И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить Call of Duty, и у нас на очереди миссия с вертолётиками, хотелось бы сказать мне, но, слава богу, нет. Миссия с самолётиками, миссия с аэродромом... Чёрт, не люблю эту миссию, ну, я её люблю, но... Я её не люблю, но вы поняли. И, кстати, что интересно, миссия с дамбой, оказывается, стала седьмой серией, очень символична. Нет, я не готова, я никогда не готова. Так дай мне Panzerfaust, чё ты мне говоришь про грузовик? Гудбай. Можно ещё? Я пытаюсь. Ты думаешь, это просто нацелиться в таких обстоятельствах? Можно я сохранюсь? Ну, в смысле, мост. Перевод. Да давай уже, господи, дай винтовку. Ай, промазала, надо же. Да чё ты, кнопка не жмётся иногда, офигеть. Я убила мышь, что ли, в процессе этой игры? Не может быть такого. Ты чё, куда торопишься-то? Прёти, как на буфет. Ой. Отлично. Panzer мне, Panzer. Пожалуйста. А, вот так вот, да? А у меня он есть. У меня он был. Куда забрали? Я рада за него. Ух, попала. Хорошо, на всякий случай. Я нервная. Ох, как я удачно промахнулась. Два раза подряд. Ладно, неважно. Вроде обошлось. Вообще, кстати, если не убить вот этот, этот самый, за нами грузовик будет ехать, или это будет попозже? Я перезарязаюсь, Медит. Помоги мне. Да, может ты тогда будешь стрелять? Что это было? Промазал, да? А, вот как я попадаете с первого раза, так пожалуйста, да? Что, всё, что ли, добыть-то он не может? Да что ты делаешь? Ой. Вы-то откуда тут взялись. Можно я перезарядюсь, пока не началось? Ой, аптечки, аптечки, аптечки. Да что ты едешь-то за нами? Успокойся. Солдатики. Ой, ой, ой. Вы с ума что-нибудь посходили? Иди в пень. Что-то слишком тихо. У меня все чешутся. Нервы. И вот в тот самый гребаный момент, когда я решила почесаться. Ох, как хорошо вошло. Like a boss. Умер. Не, что ты делаешь, мужик? Какого черта он делает? А он не злая, я лягу. Уи. Боже, мы это сделали. Я дьявольски сильно в этом сомневался. Ух. Успех не окончательный, провал не смертельный. Учитывать необходимо только смелость и желание продолжать. Уинстон Черчилль. Вторая часть этой зуб... А вы поняли. Тексты, если вам интересно, вы почитайте сами. Здесь, в принципе, ничего такого нового, скажем так. Хорошо. Мы двигаемся к аэродрому, где ждет остальная часть команды. Они радировали, что придумали какой-то планбет. Че ты встал? Очень удобно стрелять, ребят. Держите курс прямее. Жить же невозможно в таких условиях, точнее. Я перезаряжаюсь. Вот раз, давай, подмогай. Надо присесть. Так, судя по тому, что мы сейчас тут тормозим, мы скоро приедем. И мы таки приехали. О, чёрт. Ненавижу это место. Ненавижу. Пошли вон. Выпустите меня. Умри. Ира такая янная. Так, ой, ой. Запрыгни, запрыгни. Всё? Хоть бы всё. Судя по тому, что эти чуваки закончились, всё. Мне пора браться за вот эту штуку. Нет, не всё. Нет, всё. Эти проклятые штуки называются самолётиками. Так, если чё, мужик. Даже я, баба, без стажа военного, его знаю. Штуки сбрасывают бомбы. Где вы его нашли, ребята? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Если какая-нибудь из этих штук на меня упадёт, я больше не встану. Так, вроде всё. Всё же? Всё, да. Залп из людишек. Чёрт возьми, Эванс. Избавь нас от этих штук. А-а-а. Ты меня задрал, мужик. У-у-у. Штуки, штуки летят. Правда, Эванс. Пощекочите меня. Я не пойду, что ты. Я сейчас тебя пощекочу, если ты не заткнёшься. Не отвлекай меня. О-о-о. Всё? Давай. Наплыв врагов. Ай-яй-яй-яй-яй. Маневрируем. Меня никто не прикрывает, потому что все клеворуки обезьяны. Ещё один дебил. Ай-яй-яй. В левой или в правой? В левой. А-а-а. Нет, 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 нет. Прикрывайте меня. У меня жизни не осталось. Придурки. Уроды. Я вас ненавижу. Отсюда, господи. Чёрт, дайте мне жиськи. Аптечку мне дайте. Ироды. Хоть бы прикрыли, я не знаю. Нельзя же так. Нельзя же так делать с людьми. Ай-ей. Чё ж вы делаете, это нехорошее. Где эти проклятые штуки? Чёрт, господи, где ты там? Ты можешь взорваться, нет? Штуки сбрасывают. Блин, я не могу. Штуки сбрасывает бомба. Давай. Так, их было трое, да? Скотина проклятая. Да твою Машу! Да что ты делаешь? Да эти жиськи кто-нибудь, помогите. Слушай, ты делайте всё сами, а? Я тебя ненавижу, мужик. Ты меня не прикрываешь. Я вас тут прикрываю как могу, чем могу. Меня убьют сейчас. Пощекочи вот те проклятые штуки, которые стоят на этом грёбаном крышам. Крышам. На крышам стоят штуки. Убей их, пожалуйста, в первую очередь. Я тебе буду премного благодарна. Посмотри, сколько этих штук там. А жизни у меня, между прочим, ни хрена не осталось. Меня эти проклятые штуки сейчас угробят. Посмотри, что они делают. Мужик, я тебя ненавижу. Ещё один дебил. Всё, меня убьют сейчас. Я ненавижу этих уродов. Стреляйте в них, пожалуйста. Я ненавижу их. Не я виновата. Здесь нет ни аптечек, а эти уроды должны меня прикрывать. И, кстати, я помню, что, в принципе, меня, по идее, не должны убить, когда я стою за вот этой... Тихо. За орудием. Потому что... Ну, сами видите, какая ситуация. По всем канонам жанра меня должны как-то оберегать. Типа того. Эти уродцы. Но они меня ни хрена не оберегают. Вместо этого меня все убивают, и я всё делаю, как всегда. Я тебя сейчас пощекочу, если ты не будешь меня прикрывать. Ладно, попытка номер три нам должно повезти. Ковнюки. И сдохните. Я вас ненавижу. Я буду стоять так, я ничего не знаю. Я сейчас армию избавлю от тебя. Потому что ты меня задрал. Ты не помогаешь, мужик. Давай, корабелька. Прикрывай мою жопу. Иначе моя жопа эти штуки не пощекочет. Быстрее, 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 быстрее. Я бы обостралась на их месте, если честно. Для меня такая дура развернулась. Комбись, вы меня слышите, кстати, вообще за всем этим. Быстрее, проклятые штуки летят. Проклятые штуки. Аллилуйя, господи. Можно я сохранюсь? Можно я лягу? Да что вы говорите? Увоз, вы с третьего раза. На самом деле, здесь можно выжить, стреляя по врагам. Ой, тихо, бежать. Здесь можно выжить, стреляя по врагам обычным оружием в перерывах между вот этим вот всем. В принципе, мне кажется, так и задумано. Но это не всегда получается, я заметила. У меня в прошлом тоже были такие проблемы. Они иногда, то есть товарищи наши, защищали нас. Потому что людишек этих долбанных на крыше не должно быть в тот момент, когда мы стреляем по кораблям. И, ну, в смысле, по самолетам. Но иногда это происходит. Очень жаль. Ну да ладно. Рекорд я свой не побью. Жаль. Так, мы с Прайсом всходим на боборд. Вы знаете, что нас ждет. Если нас поймают, Женевские соглашения нам не помогут. Нас, несомненно, казнят как шпионов. Задача. Нанести урон линкору Тирпиц для возможности проведения бомбардировки. Взрывчатка в котлах корабля и на радарных системах. Найти журналы патруля и документы, в которых отражены последние предислокации судов. Крикс... Что? Крикс Марин? Я не сильна в этих во всех штуках. Скорее всего, на или рядом с мостиком. Противник. Статическая оборона на территории операции. Норвежские силы сопротивления сообщают, что корабль проходит ремонт и оценку нанесенного урона недалеко от Тромсу. На борту осталось несколько членов экипажа. Пока больше их часть сошла на берег и... Уходят. Может, уходит? Уходит через регионы Гакой и Тромсу. Состояние боевой готовности. Противник занят установкой противовоздушной обороны. Они находятся на борту хорошо вооруженного и охраняемого корабля. И шанс того, что они ожидают абордажа, довольно малый метод. Схема. Норвежские силы сопротивления сообщают, что небольшое судно должно перевести на терпец новых офицеров из региона Тромсу в 19.00. Перехватите судно, ликвидируйте офицеров на борту и займите их место при помощи поддельных документов и формы, выданной СОЭ. Зашибись. Гакой, Норвегия. 27 октября, 44-го. 7 вечера. Вот те люди. Вот тот корабль, которым должны были перехватить. Выходя, жду мы переоделись. И мы теперь немецкие офицеры. Я назову эту миссию ни слова по-немецки. Потому что... Если вы понимаете, о чем я... Здрасте. Потому что немецкий мы не знаем. Ни я, ни мой персонаж. Вот была вот у Тура, она об чем-нибудь сказала. А я нет. Я ничего не знаю. Хотя, первые три класса я учила немецкий. Но мне это ничего не дало. Я ничего не помню. Ихвель. Только помню. Не знаю. Отлично. Морзе. Давай, Прайс. Ты же знаешь Морзе? Ты должен знать Морзе? Морзе. Для меня, потому что... Такая же степень необычности и крутости. Потому что корабль. Ночь. Переодевалки. Шпионы. И найти оружейный склад прежде, чем выводить из строя двигатель. Держись рядом со мной. И если только ты не подучил немецкий, оставь переговоры мне. Вот он. Ты останешься здесь. Будь готов убраться отсюда, как только тебя заметят. Жутко, на самом деле, так стоишь. Понимаешь, что ты подставной. И боишься каждый раз, когда же тебя рассекретят. Гутен Абнен. Это, кстати, оригинальная озвучка. То есть, это не русский, по-моему, чувачок, который озвучивал Прайса, говорил на немецком. Это из оригинальной озвучки взято, по-моему. Не, это вот, этот чувак точно из оригинальной озвучки. Дальки шен. Все. Нам просто идти. Офигеть, такая дура. Слушай, Прайс, давай я буду идти, а ты меня будешь догонять. А то иначе мы вообще два года будем идти. Охренеть. И мы спускаемся вот туда вниз. Должны, точнее, будем спуститься. Ты еще погромче крикни. На своем английском корявом товарищ. Не знаю, как тебе там. По документам по новым шульц пускай будешь. Ай. Прайс, шевели копытами. Я же не пойду вниз одна. Ты же у нас капитан. Я, правда, по-моему, тоже капитан, но... Это не важно. Я не хочу быть капитаном. Я хочу идти за тобой, Прайс. Я буду всегда идти за тобой. Потому что ты Прайс. А я... Я так. Я пошла вперед. Ну, потому что он еще бы не прошел, к сожалению. Прайс. Я тебя жду. Прайсы вперед. Жутко, на самом деле. У меня после этой миссии... Наверное, именно после этой миссии... Сложилось такое особое... Отношение к... Подлодкам, кораблям... Такого образца, я имею в виду. Достите. Да то что? Серьезно, что ли? Быть того не может. Че там? Это, типа, Прайс? Че-то молодо выглядит. Гусов нету. Он рассчитывал с этими документами брать? Нет, здесь лучше вот это. Так, я помню, вот оттуда сейчас стрелять начнут. Как только оно свое высунуло. Поэтому я оп. Так, мне сюда. Прайс там стоит. Здесь еще их так плохо видно. Потому что здесь все серо, еще какая-то дымка такая. И они в серой форме. Выродки. Вовремя. Лови. Задело хоть немного-то, ну. Не могу понять. Здесь надо долго их ждать, потому что... Кажется, что они закончились. А на самом деле, нихрена. То есть, можно, конечно, ломануться вперед. Но не стоит. Я вижу твою жопень вот здесь. Что ты мне рассказываешь? Странно. Вроде попадаю. Но как будто бы нет. Может, не считается, что здесь проем, и я в него попадаю? Либо пулька просто не достает чуть-чуть. Ну, давай ты, господи. Мужик. Ты помер, что ли, уже? Да быть того не может. Сейчас сперва я всех убью, потом я пойду дальше. Точнее, пойду закладывать взрывчатку. Алло. Короче, вот именно, наверное, не знаю точно, но, наверное, именно после этой миссии, повторюсь, у меня сложилось особое отношение к подлодкам, кораблям, и поэтому, когда... Ну, ты дал вообще, братец. Поэтому, когда я смотрела Стальную тревогу, анима такое очень классное, надо, кстати, мангу целиком прочитать, потому что манга от аниме сильно отличается, и манга, как я посмотрела финальную главу, то, что мне было интересно, как же она там закончилась по-настоящему. Потому что в аниме это, конечно, все немножечко по-другому представили. В общем, я там в этом аниме чувствовала себя как дома, когда там действие переносилось на корабль и на подлодку, в смысле. Ты там живой-неживой, я не пойму. Клево, кстати, на самом деле, аниме. Остальная тревога. Но, все-таки, я думаю, манга намного-намного-намного-намного лучше. Потому что там есть такие моменты, которые в аниме даже не раскрывались, к сожалению. Их даже переначали, я бы так сказала. Не знаю, до чего и почему. Потому что все то, что я хотела увидеть в аниме, я так и не увидела, можно сказать. Зато это, как оказалось, есть в манге. Я была очень рада это узнать. И все-таки, черт возьми, надо взяться за чтение. Правда, я еще хотела много чего прочитать. Хотела еще такийского гуля прочитать, не как руки не доходят. Ты куда спеши? Ольф, попец тебе. Они тут так громко падают на этот пол. Засунемся сюда. Жутко. Смотрите, здесь... Стрельнуть как-нибудь не так. Хотя я не думаю, что пулька что-то сделает с ними. Но кто знает. Все равно опасно. Гранату точно так не стоит кидать. Мы же практически на бочке с порохом. Стрельба, кстати, закончилась, вы заметили? В смысле не наша, а другая, которая была все это время. Аккомпанировала нам. Капитан Прайс больше не стреляет, а вот немцы идут. Что бы это значило? Вот урод с своей винтовкой. Теперь руку отстрелю. Ой, вас там двое. Отправляйся к своему другу, он заждался. Так. Так, здесь все. Теперь идти. Радар и ПВО уничтожать. Слышь уже, где ты? Поспешила уже, стернула. И, в общем-то, да. Капитан Прайс погиб. Смертью храброго. Ублюдки, вы это... Отплатите мне за это. Капитан Прайс. Я так страдала, на самом деле, когда он умер. Ну, когда первый раз играла, например. Опять же, да? Ну, и все разы после, естественно. Потому что это капитан Прайс. Он должен жить вечно. Он бессмертный ублюдок. Он не должен умирать был. Но он умер. Я тамщу за тебя, капитан мой. Ты единственный капитан, который у меня может быть, Прайс. Они кидают меня гранатами, Прайс. Они... Как они могут? На самом деле... Ой. Вот Прайс и... Фуули. Это два моих любимых капитана. Если не считать Шепарда. Каптен Шепард. Но это немножечко из другой тематики. Поэтому не считается. Тем более, что там мы были самим капитаном. Соответственно, он не мог быть нашим капитаном. Логично? Логично. А здесь наши капитаны Фуули, Прайс. Поэтому это мои любимые капитаны. Хотя, возможно, я кого-то сейчас забываю. Очень жестко. И я надеюсь, нет на самом деле. Потому что будет обидно. Кому? Непонятно. Но будет обидно. Так, вот там наверху еще должны сидеть уродцы. Я знаю, что это должно быть там. Выгляни. Молодец. Только выгляни нормально, чтобы я тебя могла убить. Потому что я тебя еле вижу. Мало того, что ты сливаешься с окружением, друг мой. Давай. Молодец. Так. Что это было сейчас такое? Мне показалось, что гранатом в меня кинули. Привет. Давно не виделись. Ой. Миллиметраж. Ох, хорошо вошло. Видели, да? Пулька прям в голову. И последняя причем. Как символ лично. Лети вниз, мужик. Там же был, по-моему, второй, да? Мне показалось. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп. О, не вовремя. Мне хватает снайперки, ей-богу. Ни хрена не вижу. Откуда? Справа или сверху? Не совсем понятно. Похоже, да справа. Да, справа. Поговори мне тут еще. Надо периодически наверх поглядывать, потому что они иногда туда поднимаются. Уродцы эти. Ты что, думаешь, я тебя не вижу, что ли? Не слышу. Я же гребаный Эванс. Я же Эванс. У нас, насколько я помню, будет три персонажа в этой части колды. Мартин, который у нас был. Эванс, которым мы, по-моему, сейчас играем. И еще один товарищ, с которым мы познакомимся чуть-чуть попозже. По-моему, еще отсюда стреляли. Или мне проглючило? Ты еще постреляй в меня вдвое на одного. На одну. Хамло. Ладно, неважно. Вот вообще на этом мостике должен быть еще чувачок. Но его что-то нет. Мужик, выскакивай, давай. Я жду тебя. Ну, где ты там? Вообще. По-моему, кстати, вот если зайти и выйти. Ты что думаешь, я глупая совсем? Я не помню, что ли, чего-то. Я все помню и все знаю. Я сейчас кое-что проверю. На всякий случай. Вообще, в теории, их не должно быть тут, но... Но они тут есть. Эээ. Давай, падай уже. Здесь, как вы понимаете, и там можно пройти, и тут. Точнее, наоборот, и тут, и там. Ну, вы поняли. Но мне привык. Ну, мне привык, не там. Потому что, иначе у меня сейчас мозг сломается. Потому что я всегда ходила там. Лесенка юзабельна? Юзабельна! Офигеть. Никогда здесь не поднималась, если честно. Мне не нужно было. Хотя, кстати, можно. Почему нет? Потому что, если мы... Если я не ошибаюсь... Ах, тяни, тут, по-моему, другое место. Просто там есть, на моей памяти, проход. Как раз-таки, вот, на один из каких-то таких выступов. Может быть, на этот самый. Если бы мы там поднялись, возможно, мы смогли бы кратко пройти к тому месту, куда нам надо. А потом очень кратко спуститься, соответственно. Я знаю, что ты тут... Да вылази уже, господи. Вот как только я нацелилась на твои поганые ручонки, ты вылез, да? Молодец. Нет, здесь я не пойду. Мне здесь не нравится. Здесь не по фаншуру. Все, спокойно. Крик сейф. Я не знаю, зачем, но пускай будет. Ну. Кто-нибудь тут будет? Будет же. Что ты мне рассказываешь? Я все помню, я все знаю, я все вижу. Это я, кстати, сейчас зря сюда иду. Потому что мне на самом деле... На всяком деле наверх. Но я почему-то иду сюда. Непонятно зачем. Спасибо, что догнал. Ты офигел, что ли? Охренеть вообще. Наглости. Полные штаны. Так, где мои лесенки? Мои лесенки здесь. Мне наверх нюжней. Как бы. Ну? Солдатон? Нет, да? Подозрительную. Я вроде правильно иду. Да, я иду правильно. Солдатон. Убиватон. Кто-нибудь еще? Топота вроде не слышно. Нихренаж себе. Топота не слышно. Скотина горбатая. А парыш недоразвитый. Ероды. Что-то было. Здесь иногда что-то так звенит, знаете. И кажется, что гранату в тебя кинули. Но. Вроде как бы нет. Солдатон спускатон? Нет? Жаль. Ух, твою мать! Солдатон спускатон! Спускатон! Вот так всегда все в моей жизни. Хоть аптечку принес с собой. Ладно. Прощаю. Так. Ой, твою мать! Твою мать! Твою мать! Господи, напугал. Знал ведь, что пойдет, но все равно напугал. Что-то я сбилась с ритма. Все очень плохо. Солдатон мне нужен. Нужно, кстати, вниз спуститься. Хотя, может так попробовать? Нет. Я не хочу умирать. Выплюни аптечку, пожалуйста. Нет, не выплюнул. Я лучше спущусь вниз и возьму аптечку. Главное, по пути назад не сдохнуть. Это запросто, на самом деле. Потому что они же здесь иногда вылазят. Они думают, что ты идешь обратно. И начинают тебя убивать. Где там эти трубки-то были? Трубики? Вагиды. Это не то. Я помню, они вроде там... У меня один патрон, кстати. Я так иду? Бесстрашно. Так, засунься. У вас там есть аптечки? О, у тебя есть. Йенту радует меня. Все. Там еще есть. Иди сюда, иди. Все. Да отдыхай ты. Все. Идем обратно. Это стоило того. Мне так кажется. Ну, это, знаете, чисто перестраховка. На всякий случай. Я думаю, меня бы там не убили. Но, знаете, всякое бывает. Рандом. Такой рандом. Никогда не знаю, что... Что может произойти? Это я сейчас, по-моему, по другому пути пошла, да? Спасибо за аптечку. Я пошла. Дальше. А, нет. Это, видите, они обогнули. Здесь же сквозной проход. Ирды. Я же говорю, они хитрожопые. Пока я хожу в одно место, они проходят через другое. Сволочи. Лучше перебдеть, на самом деле, чем недобдеть. Поэтому. Тихо. Можно, на самом деле, спускаться, но... Здесь один чувачок есть. Его надо бы убить. И там документы, кстати, черт, надо взять. Я вспомнила. Здрасте. Недобиток. Это его голова там мелькает? Дебил. У тебя есть что-нибудь? Отлично. Правда, мне ничего не нужно. Какая жаль. Хотя нет. Вот теперь нужно. Стоп, 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 стоп. Отсюда можно запалить парочку уродцев. Не всегда. Но бывает. Ну, пока что нет, видимо, прячутся внизу. Паразиты. Не важно. Спускаемся. У меня все. У меня все черт, стоп, 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 стоп. Что нам там осталось? Да, вернуться все и уйти. Вернуться и уплыть. Прости, прайс. Придется бросить здесь твое тело. И черт его знает, что с ним сделают. С твоим телом несчастным. Прости нас, что мы оставляем тебя здесь. Но это война. Вообще так, если задуматься, да? Что с его телом сделают? Хотя вообще, насколько я знаю, вроде как... Довольно гуманно поступали с телами поверженных солдат вражеских. Насколько я слышала. Конечно, не обязательно, что все фашисты так делали. Но были те, кто, как бы, несмотря на свои взгляды... Все-таки... Ой-ой-ой. Были достаточно гуманны. Хоть на том, спасибо, что называется. Так, все, можно валить. Уи-и-и. Да. Да, и надо бы поторапливаться вместо того, чтобы трепаться. Наша величайшая слава не в том, что не терпим поражения, а в том, что встаем после каждого поражения. Ральф Уальдо Эмерсон. О, новая голова, так сказать, игры. И на самом деле... Я не буду пока нажимать специально, чтобы... Те, кто не играл в эту игру, наверняка, хоть один человек такой-то найдется. Чтобы вы не знали, что нас ждет впереди. Потому что, ну, вы видели, когда начинается голова, сразу... Точнее, задания сразу высвечиваются местонахождение. Поэтому я пока что оставлю это на пассажок, так сказать. Вот. Вам огромное спасибо за то, что все это дело посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, обязательно поставьте пальчик вверх. Оставляйте комментарии, как вы проходили с миссией с аэродромом. Как вы проходили миссию с кораблем. Потому что, я помню, корабль тоже мне доставлял немало хлопот. Мне эта миссия казалась достаточно сложной. Но, опять же, как я говорила... Я же это говорила. Может быть, за счет того, что колда была моим первым шутером. И опыта, считайте, нуль. Мне было тяжелее, чем могло бы быть. Если бы я еще во что-то играла до нее. А так, нет. Ну, тем не менее, сейчас все, в принципе, неплохо так проходится. Хотя пару раз, конечно, могут подстрелить. Но тут главное аккуратность. И вообще... Ну, что я вам рассказываю? Вы все знаете. Вот, в общем, следующая миссия будет моей любимейшей, наверное. Меня она в свое время покорила. И можно сказать, что в какой-то момент я начала перепроходить игру. Только чтобы пройти эту миссию. Конечно, я могла бы загружаться. Но это не то. Согласитесь, дойти своими, так сказать, игровыми ножками до этой миссии. Это совершенно другое. Ну, и, в общем-то, в принципе, серп и молот должны намекнуть вам, что впереди нас ждет. Вот. В общем, вы знаете, что делать, если вам понравилось. И не забывайте подписываться и вступать в группу ВКонтакте. Да. В общем, с вами была Сэвен. Всем еще раз большое спасибо. Всем удачи. И до встречи в следующей замечательной серии и замечательной миссии. Пока-пока. 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 Продолжение следует...